Планерка в исполкоме традиционно началась с анализа прошлой недели мэром города. Он подвел итоги общественных слушаний, проведенных в пятницу в киноконцертном комплексе. Остановился на некоторых вопросах, заданных словучанами, так в частности, о проведении инспекции по домам на улице Дружбы народов и Тбилисском квартале. В давнем случае лучше проконтролировать дважды, чем не обратиться уважением. Подробно рассмотрели на планерке и проблемы с вывозом мусора. Критичная ситуация у нас с последним временем склалась с вывозом смятя по кварталам. Вы знаете, была ситуация и с перевернутыми контейнерами. Все это происходит через невыконание графика вывоза. В свою очередь, на это суттєво впливает вартость энергоносеев, уже теперь бензину. Директор ЖКЦ Жаборенко рассказала о начислении за январь. Общее начисление 19 млн 640 тыс. Населению выставлено счетов на 13 млн 453 тыс. Льготы начислены 2 млн 229 тыс. Это по всем услугам. Что касается оплаты... За февраль, на 8 февраля, тепло 429,2 тыс. гривен заплатили жители. Это процент оплаты населения 3,7%. От общего процента 2,5. Основными должниками являются... Добрынинский квартал 3 млн 800, 3,5 млн московский квартал, 1 млн 400 чернековский квартал. Начальник управления образования и науки Швец дала подробную информацию о подготовке к ЗНО и горячем питании в школах. Мы планируем, как и было уже попередно озвучено, распочатить харчувание в горячих школах с 19 лютого. Это наступный понедельник. Раньше физически мы этого сделать не могли. На сегодня решением выполненного комитета визначена вартость харчувания. Для ученей в 2-4 классе в нас хватит 15 гривен, для ученей в 5-11 классе 20. Заведующая отдела культуры Борошевская пригласила всех на Масленицу в воскресенье 18 февраля. Мы всех запрошим 18 на этот заход. Мы додатково дамо информацию и в газету про это, и на телебачене. Реклама будет тоже на странице в фейсбуке. Думаю, что будет интересно. Подробнее смотрите в новостях Славутича в среду. Продолжение следует...